Здравствуйте, уважаемые господа! Сегодня у нас на обзоре долгожданный фидер от компании Daiwa. Называется Endzone S 396, 150 грамм теста. Значит, очень многих интересуют параметры, диаметр нижнего кольца, диаметр вершинок, количество вершинок, строй. И вообще, что это из себя представляет. Потому что по деньгам он средне-бюджетный, но кто-то считает их чуть ли не топовыми по какой-то причине. Кто-то слишком в обратную сторону, грубо говоря, занижает их характеристики. Ну, давайте вот разберемся. Передо мной, соответственно, эта палочка, она трехчастная. В комплекте идут две вершинки, как говорят, различной жесткости. Зеленая-красная с огромными пропускными кольцами, которые не забьются, наверное, ничем, ни пухом, ни любыми шок-лидерами. То есть сюда 0.4 совершенно спокойно леска пролетает на плетне 0.2, да, если кто-то так ловит. В общем, огромные пропускные кольца. Надежнейшие вершинки за счет того, что кольца верхней части вместе с тюльпаном, рядом с тюльпаном, поставлены близко. То есть нагрузка хорошо распределяется. Ну, скажем так, я не встречал, чтобы кто-то назабросили еще как-то, если нет прям явного перехлеста, их ломал. То есть чрезвычайно надежные вершиночки. В комплекте они идут 4,5 унции по диаметру 3,5 миллиметра. Это я просто все перепроверяю, чтобы непосредственно вот... А то некоторые говорят, Максим, вы на всякий случай меряете прямо в камере. Значит, по транспортной длине 139. Ведь по углю, какой здесь уголь, многие спрашивают. Производитель не заявил уголь, но вот по моим ощущениям здесь порядка 32-36 тонн. Не больше, однозначно. Значит, по диаметру нижнего кольца... 25 колечка, диаметр. Значит, диаметр рукояти 25,5. Соответственно, расстояние до катушки держателя, до нижней гайки 50 и расстояние от центра катушки держателя до кольца нижнего 72 сантиметра. Очень многих интересуют эти параметры. Значит, сам бланк оснащен противозахлестными кольцами. Достаточно аккуратные, не тяжелые. По кольцам, опять же, они выдерживают и плетню совершенно спокойно, и плетню с абразивом. Я имею в виду, что когда были такие случаи, когда в Астрахани ловили на песке плетеные дешевые какие-то кайдовские плетни, которые лохматятся и так далее, набирают в себя воду вместе вот с этим песком, да, то получается, что многие фидера, не буду называть фирмы, да, которые после такой поездки в Астрахань, на Нижнюю Волгу, люди удивлялись, что у них пропилы колец, да, случались. Здесь такого не было, потому что, ну, они прошли действительно огонь и воду. Сделаны палочки во Вьетнаме. По качеству, качество отличное, никаких дефектов, ни в лакокрасочном покрытии. Но через меня их тысячи, конечно, не приходило, не проходило, но сотка-то уж точно я в руках держал. Да и, в общем-то, про менеджеры, которые работают в магазине у меня, никаких нареканий на Endzone нет. То есть, они их смотрят и говорят, что можно даже не смотреть, никаких косяков там не бывает. Значит, дальше, что еще сказать. Здесь у нас Hookkeeper, ну, это такая фишечка Вьетнама, китайских заводов наших собратьев. Неброский дизайн, серый такой фон. Ну, симпатичные, красивые палочки, действительно, и достаточно надежные, неприхотливые, с запасом по мощности, по строю. Сейчас я вам покажу. Значит, да, еще нужно сказать по катушкодержателю. Значит, верхний форогриб, катушка держателя. Надежный тоже катушкодержатель. Я знаю людей, кто сюда ставит 5500 ультегру от Shimano и никаких проблем не испытывает. То есть, я сюда ставил модельки от CarPro катушки, ну и, в принципе, другие тоже ставил там и 6000-ники. То есть, никаких проблем нету ни по ширине, ни по толщине лапок. То есть, здесь заходы, захваты такие достаточно надежные. Значит, дальше идет пробочка и дальше идет такой очень хороший, качественный, качественная Эва. Хорошо моющаяся, да, и при этом с таким вот приятным дизайном, на котором пропечатана Дайва. Торцевая пробка резиновая, мягкая, также с логотипом Дайва. И с такой красивой серебристой окантовочкой. В общем, фидер красивый, действительно. И, как бы, ну, по-моему, не жалко за него отдать денег. И, в общем-то, сразу могу сказать, по надежности мы их продаем достаточно много, часто. И, как вы знаете, у нас всегда мы устраиваем уже в-то два года акции свои по раздаче бесплатных запасных частей для тех, кто у нас купил. Ни один магазин это не делает, только мы. Действительно, любой человек, кто у нас купил и сломал по собственной неосторожности какое-то колено от того же фидера, маха, еще от спиннинга, да, и тот же Мейджор Крафт, спиннинги, да, мы Лаки Джонис, уже такие акции проводили не раз. Имеет право получить запасные колена. Условие 2, покупка у нас. Второе условие это подписка на минимум на 3 социальные сети, Telegram, ВКонтакте и YouTube канал. То каждый человек фактически имеет каска, подстрахован запасными частями. Так вот, на конкретно Dive & Zone мы, по-моему, отдавали всего несколько вершинок и одно второе колено. И то из-за того, что, хотя нет, вру, по-моему, 2 или 3 вторых колена и ни штучек 7 вершинок, но все эти поломки были, кому-то собака отгрызла вершинку, у кого-то там к двери у машины прижал или еще что-то. То есть, ни у кого не было такого, что вот прям, а, потерял кто-то одно колено, я помню. То есть, не было такого, чтобы сломалось на рыбе, на забросе, да даже просто вот, ну, как-то там натянул леску слишком сильно, да, и так далее, заводил кормушку. То есть, надежность здесь, с надежностью здесь все в порядке, никаких проблем здесь никто не испытывает. Ну, давайте раскладываем и смотрим строй. Итак, друзья, в руках у меня 13 футов, 150 тест, если быть точно, в сантиметрах 3,96 до 150. Вот такой фидерочек, показываю вам на камеру. Константин Михайлович сейчас будет помогать нам прогрузить, чтобы посмотреть строй маломальский, хотя, насколько это можно в помещении. Ну, вот по колечкам, смотрите, огромные пропускные кольца, отличный бланк, все противозахлестные. В руках, в руке у меня лежит удобно. Вот, смотрите, вот это делаю, нагружаю, насколько это возможно. Ну, хороший бросковый строй. Давайте понагрузим теперь вершинку. У меня здесь 4 лунции стоит. Ну, опять же, упираемся. И смотрите, как работает бланк под нагрузкой. То есть, он всецело задействован. Даже, в общем-то, мы так с полсилы его сейчас загружаем. Но он задействован очень хорошо, соответственно, видите, практически до комля работает. То есть, запас по мощности, по бросковости просто идеальный. Поэтому, однозначно, вам рекомендую и как для течения, и для дальних забросов. Вес фидера 314 грамм. Ну, господа, сами видели, действительно рабочая лошадка. Ну, скажем так, такой средне-быстрый, прогрессивный, можно сказать, строй. Палочка очень бросковая, согласен. За счет диаметра верхней части хорошо держит течение. Она проверенная в этом и мной лично. Вот еще в 22-м году, получается, я и ловил. Значит, по чехлу, соответственно, ну, среднего такого класса чехольчик. На молнии до середины. Вот так он закрывается. Ну, вот так написано. И не совсем обычная вставка вершинок. Здесь каждая вершинка идет вот в таком пакетике. Он промаркирован. Что здесь написано, что именно здесь у нас 5 унций лежит. Вот в таком чехольчике-пленочке плотненькой. Ну, соответственно, все эти вершинки, они убираются во внутренний кармашек. Надеюсь, что коротенькое видео вам понравилось, сложилось впечатление о фидере. С моей стороны, большая просьба подписываться на социальные сети, на YouTube-канал, ВКонтакте, Telegram. Кто, у кого есть возможность, это Facebook, Instagram и Routube. Для вас большой плюс. При покупке у нас мы, соответственно, получаем Dive'у с официальных складов. Товар официальный, сертифицированный. Никаких подделок здесь и близко быть не может. Плюс вы подстрахованы. Фактически, каска имеете, как на автомобиле. Это на получение запасных частей в период проведения акции. Об этих акциях мы объявляем только в социальных сетях. Подписывайтесь, покупайте в Multifish. Всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует...